Сейчас разберём заявления, которые сегодня прозвучали на Совете по культуре и искусству в Санкт-Петербурге. Заседание посвятили обсуждению национальной программы в этой сфере, а именно её наполнением. Глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации, раскрытие потенциала каждого человека сегодня растёт. Ведущие страны мира, включая и нашу страну, Россию, справедливо видят в этом ключ к будущему. И, конечно же, значимую роль здесь будет играть создание живого, насыщенного культурного пространства, интересного, притягательного как для собственных граждан, так и для всего мира. В целом, национальная программа в сфере культуры должна получить сильные региональные измерения, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и посёлках страны. И не случайно особое место в программе отводится формированию в регионах культурно-досоговых организаций клубного типа, поддержке добровольчества в сфере сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов России, развитию сети региональных и, главное, муниципальных библиотек. У нас появляется всё больше и больше интересных содержательных авторов спрос на книжную продукцию, и, соответственно, объёмы её выпуска постоянно растут. Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего в сегменте детской литературы. В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно брать книгу, приобретают особое значение. И ещё одна задача. Подтянуть регионы. Там, где культурных событий и возможностей не достаёт, ситуацию надо изменить. Метод тоже озвучили. Хотел бы также обратить особое внимание на задачу создания в субъектах Федерации крупных культурных кластеров. Они соберут на одной площадке филиалы наших ведущих творческих организаций. Будут способствовать более полному участию в культурной жизни страны, да и мира, жителей регионов и гостей России, туристов. Города, где появятся первые кластеры, уже определены. Это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Прошу активно включиться в работу и органы власти на местах. Создать все условия для общественной и экспертной дискуссии, которые позволят определить содержательное наполнение программ кластеров. И, конечно, важно решить такие насущные вопросы, как порядок содержания новых объектов, эксплуатация, финансирование, кадровое обеспечение. При этом создание филиалов федеральных музеев, театров и вузов не снимает задачу поддержки развития аналогичных учреждений местного или регионального уровня. А они не должны, безусловно, чувствовать себя бедными родственниками и уж тем более недопустимо их сокращение. Ну и кадровый вопрос для культуры тоже непраздный. Наша задача предоставить одарённым начинающим музыкантам, актёрам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации. И, конечно, желательно на родине выучить, помочь с практикой и даже выделить персональный грант. Это неплохо и даже очень хорошо, но недостаточно. Этого мало. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждёт рабочее место, достойная заработная плата и жильё. Прошу все заинтересованные ведомства уделять этому постоянное внимание. Всплыла на совете и тема, которая, в принципе, конечно, тоже, наверное, к культуре отношения имеет. Это про рэп-концерты, вернее, про то, что какие-то из них предлагалось запретить. Они наполнены мудростью. Всем хорошо известно, что и вальс не очень жаловали в своё время. Да, и считалось это маветоном – танцевать вальс. Потом это стало классикой, по сути. Поэтому здесь ничего удивительного, и всё это меняется. Относиться к этому нужно очень осторожно. Но с чем я согласен полностью, если невозможно остановить, то нужно возглавить и, соответствующим образом, направлять. Вот как это сделать? Как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами? Вот это самое главное, потому что способ хватать и не пущать – он самый неэффективный. Ну, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому. Это уж точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!